огромную благодарность хочу выразить тем кто поддерживает меня материально особенно тем кто оформил спонсорскую подписку на бусте и теперь наслаждаются эксклюзивным контентом и ранним выходом видосов ну а также хотел бы отдельно поблагодарить дэвида сперлинга и world rpg за то что они оформили спонсорские подписки уровня шиноби еще покруче ss это почти самая крутая подписка на моем бусте и собственно за такую поддержку я благодарю их лично желаю приятного просмотра глава 89 лейтенант военной полиции конохи когда я вернулся домой бабушка устала хлопотала на кухне и и дряблые руки осторожно переставляли тарелки на полку в один момент она пошатнулась и была готова упасть уронив все на пол мои ноги сами двинулись вперед а руки подхватили легкое старое тело бабушка которая от испуга закрыла глаза через пару мгновений открыла их и с улыбкой глядя на меня проговорила спасибо мой мальчик видимо годы все же берут свое хорошо что ты в порядке выдавил я из себя внутри было странное ощущение на секунду мне показалось что и правда переживал усевшись за стол я схватил себя за волосы и подавил это чувство обе то ты в порядке обеспокоенно спросила она да просто немного устал пожалуй пойду спать сквозь зубу процедил я вставая она хотела меня остановить но я быстрым шагом поднялся в комнату и закрыл дверь мне некогда думать о всяких мелочах завтрашнего дня я начну подминать и военную полицию конохи под себя на часах было около десяти часов вечера поэтому я решил заняться расшифровкой техник что смог запомнить храме узумаки нельзя позволять себе расслабляться только потому что пока все идет так как я задумал множество техник о существовании которых не подозревает даже минато а самое главное запечатывающие техники куча неизвестных символов несущих связь могущественной силой которая до сих пор непонятна человеку я расшифровывал один за другим выписывая отдельные особо интересные на свиток так пролетело несколько часов пока я не уснул проснувшись утром отрезка будильника я заметил как на моих плечах лежит плед она она накрыла меня встав я тихо спустился вниз где уже стояла приготовленная еда и записка на которой аккуратными буквами было написано я горжусь тобой мой мальчик мне хотелось мятью и выбросить но я не смог бережно сложив бумажку и положив ее на стол я глянул на часы 7 утра рановато но было бы неплохо осмотреться на рабочем месте чтобы не терять времени пропугнил я отправляясь в путь здание военной полиции канухи всегда вызывало меня отвращение монумент слабости нашего клана все чем-то гордились ее представителя было уничтожено одним человеком обладающим мангёку хотя не используя его все равно был легко убил их уже на тот момент клан погряз в лени самодовольствие гордыни это их и погубило не знаю видел ли тачи это также явно как и я поднимаясь по ступеням я зашел внутрь на удивление было довольно тихо даже дежурных не было на месте тихой поступе решил двигаться прямо по коридору в надежде понять куда все делись когда я почти дошел до поворота за угол оттуда вышел фугаку державший в руках кучу бокенов увидев меня он удивленно склонил голову его просил оби то ты что-то рановато и еще почти час до начала работы простите капитан мне хотелось совсем ознакомиться до начала рабочего дня чтобы не терять времени ответила я вежливо поклонившись вот это рвение с таким энтузиазмом всю работу в два счета переделаем громко смеясь прогудел глава корня вы меня переоценивайте но я буду стараться начал было я но на мои руки тут же плюхнулась куча бокенов а раз уж ты пришел раньше как насчет того чтобы поучаствовать в утренние тренировки тренировки да хоть сейчас и наступили мирные времена но всегда важно оставаться форме каждое утро мы уделяем этому где-то час или два нерабочего времени вы не говорили об этом ну я слышал что частенько опаздываешь ты поэтому подумал что не стоит грузить тебе подобными вещами дурацкая репутация придурка обита его вечное невезение создают для меня плохой имидж и хоть мне не нужны эти тренировки выпадает неплохой шанс приглядеться к перспективным сотрудникам которые могут стать верными соратниками я с радостью разомнусь капитан отлично на сегодняшний день среди нас много новичков которые заняли места погибших товарищей с грустью отметил глава клана было бы неплохо если бы они получились у тебя я ведь могу на тебя положиться а само собой сделаю все что в моих силах вот это мой заместитель чувствую что не ошибся в выборе с гордостью заявил капитан тогда двигай за мной я заберу остатки снаряжения и мы пойдем на тренировочную площадку позади здания подходя к задней двери я стал слышать нарастающий шум множество голосов весело и громко переговаривались кто-то смеялся и на интенсивно о чем-то спорили фугаку сан утворил двери яркий солнечный свет ударил в глаза заставляя слегка прищуриться в один миг воцарилась мертвая тишина члены военной полиции замерли словно статуи устремляя свои взгляды на меня некоторые были удивлены но большая часть смотрела с неприкрытой враждебностью среди вторых мне удалось заметить рожу яшера мерзкая крыса уже успела и тут сколотить оппозицию не поддавая виду я стоял на месте ожидая слов головы клана минуту внимания начал он для тех кто не был на вчерашнем собрании это убита учиха и сегодняшнего дня он будет лейтенантом военной полиции к нохе приказываю соблюдать его указания а также помочь освоиться на рабочем месте есть дружно ответили сотрудники без тени сомнения делая шаг вперед и я склонил голову и сказал буду рад работать со всеми вами не стесняйтесь обращаться за помощью надеюсь работаемся первое впечатление очень важно не к чему сейчас показывать свои клыки кто-то из толпы тихонько усмехнулся я тихо выдохнул ничего страшного посмотрим кто будет смеяться последним и так сейчас мы начнем тренировку продолжил фугаку в последнее время я стал отмечать что ваш уровень владения оружием снизился несмотря на то что мы редко применяем грубую силу в пределах канухи опыт последней войны показал необходимость этого навыка поэтому сегодня мы проведем занятия по кензюцу убита раздай бокен и будь добр я послушно выполнил приказ оставляя один себе капитан согнул правую руку в предплечье укладывая орудие на плечо и осматривая всех немного устало проговорил так как вы не учи умудрились попортить несколько замечательных катан послышались легкие смешки из толпы некоторые молодые сотрудники тыкали друг друга в бок локтями и это защитники канухи свора каких-то детей отставить голдеж грозно скомандовал фугаку и все дружно вытянулись по струнке даже я невольно выпрямился пока вы не научитесь правильно бить вам их больше не доверяю хоть это относится преимущественно к новичкам но командиры патрульных команд тоже меня разочаровывают около 10 шиноби виновато склонили головы в этот момент фугаку повернул ко мне голову и уже добродушно поинтересовался убита ты ведь в основном пользуешься катаны вместо кунаев так точно капитан отлично могу попросить тебя позаниматься с новобранцами вы уверены думаю вы справитесь лучше ответил я не желая возиться с этой свора и новичков не скромничай я видел как ты орудуешь на поле боя ей но для тебя это неплохая возможность познакомиться с подчиненными вы правы сдался я под напором аргументов в этот момент шаг из толпы сделал и наби юноша разместил бакен горизонтально позади свои шеи придерживая его руками с обеих сторон на его лице сияла странная улыбка что такое наби спросил капитан тоже хочешь попробовать потренировать ребят я только за капитан но есть предложение получше и что же немного настороженно спросил фугаку серьезным лицом но обе то санжи герой войны было бы жалко терять такой шанс к сути и наби слушаясь предлагаю устроить показательный тренировочный бой мне бы очень хотелось проверить силу обе то сана да и новичкам полезно понаблюдать за тем как выглядит реальная схватка капитан прижал руку к подбородку глубоко задумавшись и наби же выглядел довольно расслабленным даже самонадеянным бедная пешка и его в очередной раз использовали для того чтобы выставить меня в дурном свете что думаешь обе то спросил наконец фугаку переводя взгляд на меня хоть он и спросил но я ощущал как его глаза буквально просит принять вызов кажется фугаку тоже понимал важность этой ситуации думаю это и правда будет полезно тренировочный бой хорошо подойдет для разогрева ответил я так спокойно что даже лицо и наби на секунду скривилась да будет так и наби обе то становитесь в круг а я удивленно спросила наби естественно ты же предложил эту идею к тому же сам неплохо владеешь катаной и я но продолжал юноша оглядываясь назад становись в круг это приказ и есть мы двинулись к центру тренировочной площадки это была обширная круглая территория покрытая песком вокруг стояли различные снаряды и мишени для тренировок небольшое вишневое дерево располагалось в центре у самого каменного забора фактически соприкасаясь с кругом лепестки падали на землю создавая причудливый белый ковер нас моментально окружили остальные тихо обсуждая ситуацию фугаку сана кинул взглядом собравшихся после чего перешептывания прекратились и так перед началом боя я установлю правило сражение будет идти до трех побед очко присуждается в случае попадания в жизненно важный орган или артерию кроме того будет действовать система ранений если удар боки на придется в несмертельную точку то я отмечу данное попадание в случае нескольких ранений очко также будет присуждаться тому кто их нанес звучит справедливо капитан так ведь обито сан спросила наби разминаясь я лишь молча кивнул на это не все продолжил глава клана так как это вариант традиционного спарринга само собой запрещено применение любых техник в том числе и шаринган лицо моего оппонента в миг стало напряженным видимо он совсем не верит в свои силы я хочу чтобы вы показали свои умения новобранцам без использования любого рода преимуществ более того это позволит сократить время боя надеюсь все понятно так точно очканил я сжимая в руки оружие да капитан все еще немного подавленно отвечал и наби переводя взгляд то на меня то на лидера хорошо покажите нам достойный бой сходитесь мы приблизились друг другу скрещивая бакена и из толпы послышались одобрительные выкрики давай и наби покажи лейтенанту чего мы стоим верно и на тебя поставил не вздумай проиграть однако мой противник не разделял их оптимизм и неловко прошептал вы уж полегче со мной обито сан не волнуйся я постараюсь соврал я не собираясь щадить этого прикормыша яшера в эти секунды тишина разрушаемая лишь пением птиц создала нешуточное напряжение множество пар черных глаз выжидающий смотрели на нас ожидая интересного боя и я уперся взглядом в глаза и наби я читал в них неподдельное беспокойство ходжимы скомандовал фугаку сан не прошло нескольких секунд как юноша отпрыгнул назад выставляя бокен вперед чтобы сохранить дистанцию я же остался недвижим это моментальное отступление показывает он не способен на резкую атаку значит наша игра будет строиться от обороны я бы мог резко нагнать его заставу врасплох но мне интересно на что способен этот парень он медленно приближался ко мне но по-прежнему выставляя орудия вперед какой же скучный бой видимо придется подстегнуть его действовать двигаясь вперед я совершил несколько крестообразных ударов и наби защитился от них и как я предполагал решил сделать контратаку его комбинация состояла из довольно простых ударов которые было легко парировать однако в этот момент меня смутили его последние действия модно в голову я подумал что мне показалось но все же решил проверить произошел еще один размен ударами и теперь я окончательно убедился что мне не предвиделось что это за нелепость ты пытаешься заменить меня в ловушку глупый сопляк подумал я гневаясь на столь глупый ход дело в том что когда и наби совершил комбинацию при последнем ударе его нога слишком далеко смещалась вперед а тело нелепо наклонялась дабы попытаться достать меня это довольно глупая ошибка может означать что он совершенно не чувствует расстояние и это его уровень оценивают как неплохой и я дождался очередной серии взмахов и не стал сильно разрывать дистанцию вместо этого сделал лишь легкий подшаг назад как и ожидалось и наби вновь сделал слишком широкий выпад в мою сторону в результате чего едва не полетел вперед его бакен не дошел до моего тела нескольких сантиметров в этот момент я быстрым перуэтом зашел за его спину и что есть мочи вмазал по спине мой оппонент глухо промычал и упал на землю стоп очко получает обито продекларировал фугакусан поднимая руку вверх под удивленные восклики подчиненных но капитан я еще мог сражаться запротестовал и наби вставая на ноги тебе стоило быть внимательнее обито перерубил тебе часть мышц плечевого пояса при ударе более того клинок бы точно вошел вплоть довольно глубоко ты однозначно потерял бы сознание от болевого шока но вместо того чтобы возмущаться приложи больше усилий сосредоточься черт тебя дери грозно скомандовал глава прикрыв глаза есть мой противник повернулся ко мне лицом теперь она выглядела злым и полным ненависти наконец-то может быть этот манекен сумеет меня немного поразлечь но позиции последовала команда от нашего судьи нужно немного разодорить парнишку я тихо прошептал ой прости я постараюсь быть еще мягче хотя уж не знаю куда и на бессильнее жалбо кен и заскрежетал зубами отличная слепая ярость лишь мне на руку в этот раз мой оппонент бросился в атаку первым наши клинки скрестились он давил на него желая заставить меня делать лишние движения назад но вы силенок маловато поняв что прямую конфронтацию ему не выиграть и наби оттолкнулся от меня а затем нанес несколько ударов сверху увидев что я быстро от них защитился он резко присел и сделал хвост дракона пытаясь нарушить мое равновесие однако я уже предусмотрительно отвел правую ногу назад а левую лишь приподнял чтобы не получить удара когда я на вип понял что его прием был прочитан и лицо юноши побледнело я мерзко ухмыльнулся и пнул его приподнятой ногой в грудь парень рухнул на спину когда он спохватился и попытался приподняться оттолкнувшись задней ногой я моментально приблизился прижимая бакен прямиком к его шее даже несмотря на очередную порцию удивленных возгласов и я слышал как и набив страхи громко сглотнул слюну стоп второй раунд очко забирает обита подытожил фугаку после чего поднимая парня менторским тоном продолжил прежде чем сделать движение будь уверен что противник не сможет контратаковать в реальном бою тебе бы перерезали глотку ты это понимаешь да простите совсем разбито отвечал тот вставая на ноги голоса вокруг стали громче черт лейтенант ему и шанса не оставляет я слышал что он был матерым диверсантом резал шиноби пачками ему жена вид лишь 16 17 как же так пропали мои деньги кажется они начали понимать что к чему привычная насмешливость сменилась оценивающим взглядом теперь когда я заявила себе нужно просто закончить бой и наби послужил неплохой куколой для битья но даже у меня есть совесть приготовились лицо моего оппонента было опущено вниз также как его клинок отжимая после слов капитана и наби взмахнул рукой кидая мне в глаза песок мерзкий ублюдок хоть и впечатлился подобным ходом но не собираюсь проигрывать в моей памяти всплыла его стойка полуприсед заряженные для толчка задней ногой опущены вниз бакен не теряя времени слегка отошел назад и выставил клинок около правой половины лица спустя миг послышался древесный стук так и думал удар на отмашь слева его стороны легким и быстрым движением не давая ему отступить я просто толкнул вражеское орудие и ударил сверху вниз бакен соприкоснулся с чем-то твердым ранение левого плеча прозвучал голос фугаку я слышал как и наби отпрыгнул назад протерев глаза рукой мне удалось заметить как юноша сопит от злости держась за поврежденную конечность молодые сотрудники зашептались даже без глаз а лейтенант точно человек мои глаза едва уловили его движение тихо ты а то худо будет цикнул на него 2 я перевел на них свой взор теперь на меня пялились несколько десятков красных глаз зрачки будто сужались и расширялись рассматривали все мою стойку и движение удары до мельчайших подробностей даже фугаку заинтересованно наблюдал правда за и наби лицо парни и правда выглядело так будто он готов выпотрошить меня словно рыбину прекрасно потерявший над собой контроль шиноби легкая цель я наблюдал как и наби слегка скручивается в полу приседе скрывая свое лицо странную стойку он выбрал через мгновение несколько импульсивных атак моего оппонента были отбиты однако внутреннее чувство подсказало что здесь кроется подвох так и вышло продолжая стоять в причудливой позиции противник стал бить точнее будто предугадываемые защитные ходы я слегка отпрыгнул назад и перевел взгляд на фугаку сана тот лишь глубоко вздохнул и слегка кивнул головой видимо не один я приметил маленькую хитрость полагая тогда это развязывает мне руки уголки губ слегка приподнялись от предвкушения небольшого развлечения в это время и наби сделал несколько финтов бакенном обходя мою защиту от сил наших ударов клинки отскочили друг от друга чем решил воспользоваться мой оппонент сжав сильнее древесную катану он ударил на отмашь я же не стал уклоняться лишь повернул тело боком и врезался плечом незащищенную половину и наби от толчка он потерял равновесие а я вмазал ему рукояткой в солнечное сплетение полностью лишая возможности восстановить дыхание глубокий рык вырвался из его рта и тут же был прерван и я нанес удар под колено заставь и наби упасть на землю прижав деревянное лезвие к его горло я нагнулся и прошептал если ты уж решился поддаться этому соблазну то стоило лучше продумать каждый свой шаг побелевший лицо противника повернулась в мою сторону и активировал шаринган и посмотрел на него жалкие два томо и смотрели на меня с ужасом достаточно воскликнул фугаку сан чистая победа поединок окончен я спокойно направился в сторону капитана чувство полное удовлетворение происходящим ошарашенные лица сослуживцев и недовольные взгляды сторонников оппозиции несмотря на мое изначальное нежелание выделяться в первый день службы все же этот показательный бой показал что не стоит недооценивать приобретенные мною навыки но тут неожиданно прозвучал надломленный голос у меня за спиной переходящий в крик лицо фугаку сана напряглось казалось что он хотел двинуться навстречу угрозе но в этом не было нужды поэтому я жестом остановил его через миг в нескольких сантиметрах от моей левой руки и наби совершил протыкающее движение на его лице торжествовала улыбка которая рассеялась тот час что и гензюцу который я наложил на него он судорожно повернул голову в мою сторону после чего совершив разворот на правой ноге я что есть мочи впечатал его полной стопой в корпус тело юного шиноби пролетело несколько метров кубарем после чего согнулась в позе эмбриона наступила гробовая тишина все комментаторы оторпели от происходящего шоу что развернулась у них на глазах я вял обернулся и обвел всех взглядом глаза моих товарищей по работе моментально стали искать любые возможности лишь бы не пересекаться со мной взором и наби начал кашлять видимо придя в сознание фугаку сан лицо которого стало грозным и необычайно разочарованным подошел к нему и воскликнул кажется я явно дал понять что поединок окончены наби к капитан я и я в ужасе пытался оправдаться он все еще валяясь на земле и какой ты пример собрался подавать новичкам бесчестная атака во время традиционной дуэли мало того что ты себя выставил под лицом так еще и разочаровал меня сильно продолжил глава все ярость не отчитывая парня и это не говоря о том что использовал шаринга капитан встрял я подходя к этой паре прошу вас не злитесь на и наби куна это была моя просьба всеобщий гул вернулся перешептываясь люди строили свои догадки пытаясь понять смысл сказанных мною слов капитан также не слабо удивился но решился дождаться пояснений сложив руки на груди и зло щурясь да это я попросила наби напасть на меня со спины мы хотели продемонстрировать новичкам что какой бы впечатляющий не казалось победа это не значит что нужно терять бдительность враг всегда может совершить бесчестный ход в реальной битве как правило нет места чести когда на кону стоит твоя жизнь все приоритеты резко меняются именно поэтому я показал как важно перестраховаться в такие моменты наложив на моего оппонента гензицу они проще тогда убить его крикнул кто-то из толпы явно сомневаясь сказанном это было бы весьма эффективно согласился ян тут же парировал а что если этот человек нужен живым сейчас я наложил слабенькую иллюзию с помощью шарингана и понял что с данным противником нужно быть осторожным вы же можете применить гензицу либо уровня по своему усмотрению дабы минимизировать риски более того враг сломленной волей вашей силы уже не будет в состоянии дать достойный отпор страх за собственную шкуру все равно возьмет верх последние слова я буквально выплюнул словно отравляющий яд заставив даже бывалых сотрудников помощица и отойти на полшага назад хоть это не предполагалось но я рад что вы смогли показать остальным достаточно реальную картину боя с долей облегчения проговорила фугаку сан а его лицо слегка расслабилась надеюсь для остальных это станет важным уроком никогда не расслабляйтесь даже если это всего лишь тренировочный бой в будущем вы можете столкнуться с разными преступниками которые из них могут даже не внушать страха или вызывать доверие но не дайте себя обмануть сотрудник военной полиции конохи всегда должен быть собран и сосредоточен неважно как изначально выглядит ситуация вы обязаны просчитывать все риски это понятно так точно капитан очканили подчиненные хорошо теперь разбейтесь на пары и приступайте к спаррингу и на этот раз без ухищрений начали все стали разбиваться на пары капитан слегка похлопал меня по плечу и отошел к дереву встав под его листву наблюдая за ходом тренировки видимо это было приглашение к разговору но глава клана понимал что мне нужно закончить с одной проблемкой и я протянул руку и наби тот с опаской протянул ее ко мне крепко сжимая его ладонь я поднял парня на ноги он все еще был бледен и глубоко дышал пытаясь восстановить ритм потупив взглядом процедил простите убит ассан я и правда поступил бесчестно вам правда не нужно было прикрывать меня перед капитаном я это заслужил я сложил руки на груди и спокойно ответил я вовсе не собирался прикрывать тебя и наби что но тогда почему выступились удивленно прошептал он не желая привлекать внимание почему неужели ты не понял что же все просто мне было все равно каким методами ты пытаешься победить меня я лишь показал тебе и всем остальным кто желает вставить мне палки в колеса что я вижу вас насквозь я не понимаю начал он увидев как я приближаюсь на шаг резко замолк наклонившись над его ухом я прошептал передает остальным что в следующий раз если вы попытаетесь помешать мне я не буду столь милосерден мне нет нужды приносить вред клану но я с легкостью преподам урок каждому кто встанет на моем пути надеюсь это ясно да а теперь иди ты неплохо орудуешь катаны развивай этот навык и помоги освоиться новичкам ступай слушаюсь лейтенант очканил он выпрямившись развернувшийся наби прихрамовая отправился группе новичков которые с тревогой наблюдали за нами очевидно это были его дружки которые решили избежать опасных миссий отсиживая за стенами военной полиция теперь же когда их гарант безопасности был смещен с пьедестала во взгляде юнцов читалось сомнение в скором времени я избавлю эту структуру от подобного сброда сделав военную полицию конохи эталоном стабильности во имя своего будущего плана размышляя об этом я приблизился к фугаку сану и оперевшись спиной ствол дерева стал ждать его слов капитан долгое время наблюдал за ходом тренировки пока наконец не произнес не отводя взгляды от ведомой только ему точки почему ты не сказал правды думать это бы возымело положительный эффект нет однако я обязан пресекать подобные вещи как капитан и ты это знаешь обита тогда почему решили подыграть мне в этот миг глава клана перевел свой взгляд на меня но отвечать не торопился вы знали что она бы использовал шаринган стоя в той причудливой стойке тем не менее не дали команды останавливающий бой а после хоть и с моей подачи но замяли ситуацию с его потом нападением со спины из этого можно сделать вывод вам тоже было интересно какую цель я преследовал фугаку прикрыл глаза и выдохнул затем уже повернулся ко мне полностью и ответил допустим это так но мне не по душе что подобные планы ты скрываешь от меня конечно радует тот факт что ты способен быстро ориентироваться в ситуации и придумывать выигрышные стратегии однако не всегда все идет так как ты планируешь как я и говорил нужно просчитывать все заранее иметь запасной план на случае неудачи сейчас ты едва не ввязался в опасную игру и это в первый день службы мне мне бы не хотелось чтобы у тебя были проблемы к сожалению даже я не в силах контролировать каждый шаг всех в нашем клане вам не о чем волноваться все это шоу было лишь для того чтобы не допустить дальнейших выпадов мою сторону теперь когда я показал им часть своих сил какое-то время мне удастся поработать спокойно за этот период я постараюсь принести максимальную пользу военной полиции развеяв это первое впечатление о себе если ты так говоришь пожалуй мне стоит лишь тебе довериться но обе то прошу тебя не забывай что мы на одной стороне хотя я и не могу отдавать предпочтение кому-то ибо как глава клана обязан быть непредвзятым но мне нравится тот путь которому ты стремишься если вдруг найдется стена в которую ты уперся мне нужно полагаться лишь на собственную силу у тебя есть друзья как здесь в клане учиха так и за ее пределами мы всегда готовы тебе помочь если ты в этом нуждаешься в общем просто хотел сказать об этом я ценю вашу поддержку капитан и обещаю недоставлять неприятности а ловлю на слове уже веселее ответил фугаку сан после чего перевел взгляд на группу рядовых сотрудников которые смотрели на нас всем видом показывая что им бы не помешала помощь кажется у тебя появились первые сторонники покажите им лейтенант как следует орудовать клинком слушаюсь выпрямившись воскликнул я поймав на себе его уверенный взгляд я никогда раньше не занимался подготовкой бойцов поэтому задача будет не из легких молодые учиха то и дело постоянно пытается отлынивать от учений но я постараюсь придумать как с этим справиться продолжение следует